Друзья, всем привет! Меня зовут Юрий Васильченко. Я любитель канареек и попугаев. Многие зрители часто задают мне вопрос, как разводить канареек, как кормить птенцов. И на эти все вопросы я отвечаю с удовольствием. Но сегодня я подготовил вам такой вопрос. Это один из самых часто задаваемых вопросов любителей, новичков, кто никогда не общался с канарейками, не общался с попугайчиками. Сегодня человек увидел у знакомого, у друга, у подруги канарейку, волнистого. И вот он хочет завезти, хочет купить, но как выбрать, не знает. Как транспортировать, не знает. И вот сегодня я вам подскажу, дам кое-какие советы, как выбирать птицу. Там это будет быть канарейка или попугайчик. В общем, как выбирать и как транспортировать птицу с зоомагазина домой или от заводчика к себе домой, как транспортировать. Транспортировка может быть 2 часа, 3 часа, 2 дня, неделю может птица ехать на поезде. И все это будет хорошо. Никаких стрессов, никаких психологических травм у птицы не будет, друзья. Внимательно смотрим, запоминаем и записываем. Друзья, перед нами канарейки. Вы видите, слева канарейка, в принципе, сложена по оперению идеально. А справа канарейка, у нее залысины. Обратите внимание, вокруг глаз, вокруг ушей, вокруг клюва. Вот такие вот канарейки с залысинами. Канарейки очень часто встречаются на рынке, в зоомагазинах или у заводчиков. Я специально вам показываю хороший пример и плохой пример. Вот ваша задача выбрать канарейку, чтобы у нее было идеальное оперение. Идеальное оперение. Вот там дальше я вам попозже, сейчас еще крупным планом покажу. Канарейки, перышко к перышку, все опрятно, все плотно. Вот таких канарейок надо брать себе на развод. Вот такие канарейки с такими залысинами, это есть уже не кондиция. То есть, вам продавец или заводчик, разводчик, будет говорить, что это линька. Там или что-то еще придумывать. Но это возможно... Сейчас крупным планом. Вот, видите. Здесь два варианта. Или у канарейки авитаминоз, оперение высыпалось. Или просто канарейки содержались в тесных условиях и они дрались. И когда они подрались, ей выклевали это все дело. Ну, я бы не советовал брать такую канарейку на развод. В общем, имейте в виду. Чтобы потом у вас не было таких ситуаций, когда вы берете самочку подобную. Там или на затылке бывают лысины. Вы ее выхаживаете, вы ее кормите там рыбьим жиром, витаминами. А затем вы ее в паровку, она несет одно яйцо у вас. И вы говорите, ой, а почему она несет одно яйцо? Или почему она вообще не несется? Ну, потому что она изначально была не кондиция. Назовем это так. Все, вы примерно поняли. Едем дальше. Итак, вы оказались у заводчика дома, например. И вы смотрите на канарейк, наблюдаете за поведением птицы. Выбираете себе птиц подвижных, активных, с правильной координацией движения. То есть птица должна плавно стартануть, резко там пролететь и плавно сесть. У нее не должно быть таких каких-то пьяных, контуженных движений. Птица не должна тянуть шею, тянуть голову. То есть это все неправильные движения. Движения должны быть, ну, можно сказать, такие эластичные движения. Прилетело, село. И все это должно быть такое активное, резкое. Вот обратите внимание вам оперение. У всех разное. Есть идеальное. Есть вот, вон, который я показывал вам с залысиной. То есть это очень важные показатели. Вот по поводу хвоста. Есть хвост хорошо сложенный, а есть хвост немножко затертый. Но хвост это, в принципе, такой особой роли не играет. Потому что птицы бывают, когда маленькие, также затираются в тесных клетках. То есть хвост еще можно как бы на это закрыть глаза. А остальное, чтобы все было в идеале. Также, вот они крупным планом сидят. Также при выборе канареек и волнистых попугаев, в частности, тоже, там, и Амадин. Вы можете взять птицу в руки. Вот, допустим, сейчас вы не видите, как у нее, допустим, клоака. Чистая она или загаженная по метам. Вы можете взять птицу в руки и почувствовать, птица упитанная или птица худая. Худую птицу ни в коем случае вы не берете себе. Выбираем птиц упитанных. Чтобы клоака под хвостом, вот там, где перышки эти, пух белый, был чистый. Чтобы не было никаких остатков помета, никакой. В общем, главное, чтобы там не было остатков помета. Чтобы все было чистенько, аккуратненько. И вот, когда вы выбрали себе канареечку, или вот даже можете розелу выбрать себе, или вот там карелу. В общем, без разницы, любую птичку вы выбираете. Выбрали, определились, все, птичка вам понравилась, там, коготочки все на месте, все пальцы на месте. Особенно, когда вы выбираете самцов, чтобы все пальцы были на месте. Потому что, если у самца будут дефекты с пальчиками, у канареек часто встречаются дефекты с пальцами. То такой самец не сможет оплодотворить самочку. Это касается как попугаев, так и канареек. Все, птичку выбрали. Значит, что мы делаем дальше? Дальше мы должны посадить птицу, поместить птицу в переноску, в транспортировочный ящик. Это может быть что угодно. Даже полтора литровая пластмассовая бутылка, даже стеклянный баллон. Даже в газету или в кулек. Но это все опасно. Баллон может разбиться, птица может погибнуть. В газетном коробчонке птица может задавиться. Сейчас я вам подробнее покажу, в каких переносках можно перевозить. Как на короткие, так и на длинные. Итак, после того, как мы выбрали себе птицу, мы помещаем ее в такую переноску. Размеры переноски 10 на 10 квадрат. И длина может быть 18-20 сантиметров. Для канарейки прекрасно подходит 18 сантиметров. Для волнистого попугачика тоже подходит сюда. Для карелы можно сделать такую же переноску, но только сделать подлиннее. Значит, данная переноска позволяет нам переносить, перевозить птицу на короткие дистанции. Допустим, до 3 часов. Даже корм сыпать не надо. 3 часа птица без корма прекрасно может себя чувствовать. В жаркое время года вы можете оборудовать, сюда поилочку поставить. Поилочка прекрасно сюда входит. Значит, вот здесь выход и вход плотно закрывается. Можно даже будет скотчем обвернуть для подстраховки, чтобы не открыться. И вот в такой переноске канарейка чувствует себя в безопасности. Были случаи, когда люди перевозили в картонных коробках. В картонных коробках нечаянно, случайно могли опереться на коробку и тем самым навредить, придавить птицу. Птица погибала. Некоторые перевозили в полтора литровых бутылочках пластиковых. Птица тоже задыхалась, потому что могла бутылка куда-то завалиться, задавиться. По привычке бутылка непонятно куда. Есть бутылка, как мусор, а там канарейка. А другой человек не знал, бутылку эту подмял или сумку бросил. Бутылка смялась и птица пострадала. Так что не надо рисковать. Можно приобрести вот такую вот переноску. Любое количество. Я вам вышлю почтой. Хотите с поилками, хотите без поилок. Но лучше с поилками, потому что у меня тут уже все подходит. Видите, как идеально. Раз и все. И мы едем. Вот такие поилки. Я повторяю, для небольших переездов. Там три часа, ну максимум четыре часа. Если ночная поездка, тоже можно в такую коробочку посадить. И ночь птичка едет. Она там спит. Ей не надо ни кушать, ни пить в принципе. Вот это что касается коротеньких перевозок. Если вы хотите перевезти птицу в другой город, в другой край, в другую область, в другую страну. Я вам покажу, какую лучше сейчас взять переноску. Эту мы убираем. Перед нами клетка временного содержания. Она же переноска, которую можно использовать для перевозки птиц на дальние расстояния. Птица чувствует себя в этой клетке комфортно. У птицы есть жердочка. Потому как дальние расстояния птицы лучше преодолевают, когда сидят на жердочке. Особенно канарейки, амадины. Попугаи могут и без жердочки обойтись, но с жердочкой будет лучше. Птице комфортнее. Также сюда устанавливается поилка. Здесь есть дверка. Сюда вы можете насыпать корма. То есть видите, какая разница. Здесь есть борт. Здесь бортика нет. Тут можно без корма на короткие дистанции. А здесь есть ручка. Удобно. Кстати, вот в этой маленькой переноске ручки нет. Но это плюс в чем, что можно зимой эту клеточку за пазуху поместить. И птичке будет тепло. А эту клетку можно зимой обвернуть теплым пуховым платком или каким-нибудь полотенцем тепленьким и благополучно транспортировать клетку. Размеры этой переноски примерно 20 на 20. Длина у нее примерно 27 сантиметров. В общем, можно сделать побольше, можно сделать поменьше. В общем, суть в том, что для дальних поездок в такой клетке птица может даже неделю прекрасно ехать в том же поезде. Занимает немного места. Или в каких-то там компаниях, которые занимаются перевозками канарей, попугаев, птиц. То есть вода есть. Поилку можно побольше, чтобы воды побольше налить. Но когда много воды наливаешь, она там может затухнуть, пропасть вода. В зависимости от времени года. Если это лето, клетка будет стоять, даже если в поезде, то возле окошка там поставят ее, чтобы птичке свет был, чтобы птичка кушала. Вода может зацвести, зазеленеть. Поэтому смысла нет в большую поилку. Просто договориться с перевозчиком, чтобы он хотя бы раз в день просто выливал отсюда воду. Наливал новую воду. Можете там маленькую бутылочку водички дать, чтобы он отстойную воду, чтобы не напоил вам с крана. И вот так вот. И вот так вот канарейки прекрасно доезжают на одной палочке. Сидит, кушает, воду пьет, в стороны глядит и все нормально. Доезжает куда угодно. Друзья, выбирайте канарейки правильно. Транспортируйте птицу правильно, чтобы птица не страдала в дороге. И всего вам хорошего в разведении, в содержании декоративных птиц. И самое главное, хотелось бы отметить, для начинающих любителей канареек, вы конечно можете в магазине купить вот такую замечательную клетку. Она то ли круглая, то ли шестигранная, то ли восьмиугольная. В эту клетку вам прекрасным образом поместится вот такая конструкция, вот такой вот паилка. Сюда у вас поместится и купалка. И с этой стороны у вас будет кормушка. Вот видите, и кормушка, и жердочки. И крючочек будет, вам в магазине скажут, вы можете повесить. Но, друзья, в такой клетке канареечке будет неудобно. Потому как жердочка располагается, она только по центру, или если к краю, то птичка отрется хвостиком об край. От решеточку клеточки. Хвостик у нее немножко будет взъерошенный. Немножко это неудобно. Клетка тесная и для содержания канарейки непригодная. Потому что, обратите внимание, канарейка по природе постоянно прыгает. Вот мы сейчас с вами понаблюдаем, как птичка, видите, об стеночку раз, об стеночку два, об стеночку три, об стеночку четыре. И вот так вот сутки напролет птичка прыгает. Это хорошо еще здесь, они немножко вверх-вниз размещены, но птице неудобно прыгать. Надо, чтобы клеточки были вот примерно вот такого плана. Клетка прямоугольная. Ну, данная клетка 60 сантиметров. Можно, конечно, и 50, и 40, хотя бы 40 сантиметров. Птице будет удобно. Это клеточка деревянная, ручная работа. У кого есть желание, обращайтесь. Вот так выглядит клетка. Это еще клетка в процессе. Вот будет дверка. Будет также боковая дверка, куда вы сможете повесить также купалку, также кормит гнездо. Сюда будет вешаться, вам будет все удобно. Низ будет оборудован вот таким вот удобным поддончиком. Видите, туда будет задвигаться, выдвигаться. За ручку берете, выдвинули. Удобно будет мыть. Поддоны покрыты влагостойким лаком. Все это будет хорошо. Ну и, соответственно, птица будет себя чувствовать комфортно. Потому что вот в маленьких клеточках, ну, первое время можно. Подержите, там, я не знаю, недельку, месяц подержите. Ну и задумывайтесь о приобретении более комфортных клеточек для своих прекрасных питомцев, которые вас радуют своей песней каждый день. До скорой встречи, друзья. Берегите своих пернатых питомцев. И себя тоже берегите. Всем удачи. Спасибо. Спасибо.